В 90-х футбол был другим. Черные бутсы, черно-белые мячи и вместо облегающей свободная форма. Настолько свободная, что юному Майклу Оуэну самый маленький комплект был велик. Не было твиттеров и инстаграмов, так что мы пачками скупали футбольные журналы и альбомы по Нине. А потом выходили во двор, меняться наклейками и играть в футбол. В трепошных кедах и ужасно фейковой, но такой любимой игровой майке, купленной на рынке. Ну а Лоран Блан перед каждым матчем сборной Франции целовал в лысину Фабьена Бортеза. А чем запомнилось следующее десятилетие? Это топ-10 футбольных явлений из нулевых, по которым мы скучаем. Десятая строчка и прижатый к губам палец Андрея Аршавина. Сколько теплых минут пережили наши болельщики, видя этот жест. Важные голы за Зенит и сборную, и, конечно же, покер на Энфилде за Арсенал. Такое не забывается, Андрей давно не радует. И чьи это проблемы уже не разобраться. А как же хочется, чтобы вернулось время, когда наши игроки феерили в топ-лигах. Девятая строчка и очки Эдгара Давидса. Голландец единственный игрок в истории, которому FIFA разрешила играть в очках, причем солнцезащитных. После операции на глазах Эдгару пришлось избегать воздействия света. Так что на специальном заседании FIFA пошла полузащитнику навстречу. Очки стали имиджем Питбуля. Давидс даже заключил контракт с фирмой-производителем. Ведь такие, как у Эдгара, хотели все. Восьмое место. Штрафные Роберто Карлоса. Их до сих пор пересматривают в интернете миллионы человек. Бразилец пробегал 100 метров за 11 секунд, а потом вколачивал мяч в ворота соперников со скоростью 200 км в час. Такого сильного удара не было ни у кого. Карлос Левша с 35 размером стопы, внутренней стороной которой он и бил свои коронки, надевая бутсы на размер меньше. Так что посланный им мяч порой нарушал все законы гравитации. Седьмая позиция. Футбольные программы на общедоступных каналах. Тогда не было быстрого интернета и телеканала «Наш футбол». Поэтому мы с нетерпением ждали футбола России, футбольного клуба Василия Уткина или на футболе с Виктором Гусевым. «Россия-2» была телеканалом «Спорт». Его можно было смотреть сутками и не беспокоиться, что матч прервет Стивен Сигал. Какая боль! Шестая позиция. Чубчик Роналда. Вообще, бразилец всегда был лысым, но на чемпионате мира 2002-го всех шокировал своей необычной прической. На Мундиале Зубастик стал лучшим. Забил 8 мячей и привел Бразилию к Кубку мира. А прическу, как у него, сделали сотни тысяч ребят. Парикмахеры по всему миру были в шоке, а Роналда таким и запомнился на долгие годы. Пятая строчка «Финт Зидана» от самого Зизу. За его игрой можно было смотреть бесконечно, почти как на огонь и воду. Развернуться на 360 градусов и протянуть мяч вперед. Этот прием показывали и до Зидана, но именно француз сделал его красивее и эффектнее всех. Иногда по два раза подряд. А уж если они атаковали вместе с Карлосом, было страшно. Четвертое место «Лысина» Пьер-Луиджи Калины. Итальянец из-за болезни потерял все волосы на теле, включая брови, уже к 34-м годам. За что получил прозвище «Фантомас». А заодно стал лучшим рефери мира. Непререкаемый авторитет. Как и еще один лысый реф «Ховард Вэб». Полицейский по профессии, если и ошибался, то только в пользу МЮ. К чему все привыкли и ему простили. Бронзотопа – имидж Дэвида Бэкхэма. Англичанин был иконой стиля. Настоящий первый футболист, ставший суперзвездой шоу-бизнеса. При том, что Дэвид еще и в футбол играл гениально. Его имидж действительно нравился всем. Ну, почти всем. Его копировали, он задавал тон. И в таком виде было не стыдно прийти в школу или на работу. Это не то, что сейчас на голове у Неймара и Дани Алвиса. Вторая строчка – жвачка Алекса Тердисона. Вообще, начал жевать ее шотландец не случайно. У него нарушен кислотно-щелочной баланс, поэтому ему всегда нужна кислота. Особенно, когда он волнуется, а в жвачке она есть, вот он ее и жует. Несколько раз резинка комично выпадала изо рта тренера во время матчей. А последнюю жвачку Фергисона даже продали на аукционе за 600 тысяч евро. Это так-то стоимость трех новеньких Феррари за жвачку. Хотя, наверное, когда людей научатся клонировать, из нее извлекут ДНК Фергии и, ну, в общем, окупится. И первое место – улыбка Рональдиньо. Этот парень получал настоящее удовольствие от игры и постоянно радовался. Соперники и журналисты часто посмеивались над большими резцами бразильца, а Ронни на них не обращал никакого внимания. И своей игрой сделал так, что улыбка стала фирменным знаком лучшего футболиста в мире. Как же ее сейчас не хватает? И того Рональдиньо с горящим сердцем, получающего настоящий кайф от игры. Ребята, и бонус топа – это тоже явление сборной России по футболу образца 2008 года. В ту команду было невозможно не влюбиться. Круглые очки и прыжки от радости Гуза Хиденко. Пушка страшная, Колодина. Гениальная игра Аршавина. Куча мала и сумасшедшие глаза Торбинского после гола в ворота Голландии. Как итог, сотни тысяч людей в один миг хлынувшие на улицы городов России и праздновавшие всю ночь. Тогда мы поверили, что наша сборная может не только разочаровывать, но и приносить настоящую радость. Как же хочется испытать те мгновения снова. Напоминаю, в рейтинг включены только явления, хотя бы частично происходившие в нулевых годах. Не забывайте героев прошлого, любите футбол и обязательно подписывайтесь на канал, у нас дико интересно. Прошлый выпуск топа про самых ненавидимых футболистов мира, вроде Диего Косты или Балателли. Смотрите тут. Ну а рейтинг игроков, чью карьеру разрушили травмы, здесь. Да, и все же до сих пор на футбол носят вот такие бутылки с водой. Ну правда удобно и всем хватает. Что вам больше всего запомнилось из нулевых? Не игроки, а именно события, явления. Пишите в комментариях, обсудим. Ну и ставьте лайк, если понравилось. Александр Журавлев, Аспорте ТВ. Пока.